Группа туристов из Германии идёт сквозь туннели старой японской железной дороги. Они своими глазами хотели увидеть Южно-Сахалинский грязевой вулкан. Студенты исторического факультета Фрайбургского университета имени Альберта Людвига путешествуют по Сахалину в рамках гранта «Мастерская истории». Основным интересом для них являются территории, ставшие российскими в результате Второй мировой войны. У всех студентов разные проекты. Они занимаются в основном послевоенным периодом, то есть с 1945 по 1960 года. И нам Сахалин очень интересно, потому что в Германии в общем в основном занимается история европейской части России. Так что мы решили ехать на не самую восточную точку, но уже почти. За неделю на Сахалине студенты успели побывать в нескольких городах, поработать с материалами архива и областного краеведческого музея, встретиться с очевидцами прошлого. Четверо из девяти зарубежных гостей хорошо говорят по-русски. Большинство интервью мы взяли в Южно-Сахалинске, в Аниву еще ездили и в Корсакове. То есть там есть и ветераны, которые в боях участвовали, есть уже дети переселенцев, или есть люди, которые детьми только сюда прибыли. Среди группы студентов оказался и молодой человек из Японии. Раньше он учился на юридическом факультете в Университете Токио, а после переезда в Германию посчитал изучение истории более интересным занятием. По словам Окта Гунджи, работа с архивными документами остается для него в чужой стране возможностью поддерживать родной язык. Перед тем, как я сюда приехал, я занимался изучением истории Сахалина, истории Карафута. Я в каком-то роде представлял себе Сахалин чем-то больше похожим на Японию, но он почти полностью выглядит, как остальная Россия. В диаметре вулкана занимает в среднем 200 метров. Визит гостей из Германии продлится 10 дней. Уже в среду студенты отправятся домой. Там им предстоит обработать много накопленного материала. Защищать курсовые по истории Сахалина они будут осенью. Константин Сава, Валерий Гладарь, Вести Сахалин Курилы. Константин Сава, Вести Сахалин Курилы.